МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Эфир своего ТВ продолжает новости в студии Екатерины Сегида. И вот главная тема этого выпуска. Групповое похищение, в чем замешаны полсотни человек из Нефтекумска. Темная история, почему фонарик стал одним из самых популярных гаджетов для жителей нескольких улиц Буденновского округа, разбиралась Кира Мартынова. Красоты Ставропольской глубинки глазами российских художников. Татарки и живописцы со всей страны собрались на пленэр. Джамиля Ибрагимова тоже прикоснулась к искусству. Теперь подробнее об этих и других событиях. Модернизацию первичного звена здравоохранения на Ставрополе завершат досрочно. Выполнять работы опережающими темпами поручил губернатор Владимир Владимиров во время совещания в правительстве региона. В рамках программы в 2022 году запланирован капремонт 72 учреждений края. Работы на большинстве из них уже ведутся. Заключены контракты на приобретение 81 медицинского автомобиля. 28 из них уже поставили в организации здравоохранения. В больницах края установят 10 единиц оборудования. А в 2023 году капитально отремонтируют еще 89 медучреждений. Изначально же программа модернизации первичного звена здравоохранения на Ставрополе рассчитана до 2025 года. Мы уже эту обновленную программу отдали, но я бы хотел, чтобы мы на следующем с вами совещании уже обсуждали, как мы и что куда двинули. И каждый глава понимал, что больница, которая в 2024 году должна была ремонтироваться, будет ремонтироваться в 2022 году. И соответственно под это уже планировал выполнение необходимых работ. Теперь к теме происшествий. В центре Ставрополя водитель неизвестного автомобиля сдавал назад и наехал на 27-летнюю девушку, которая шла по пешеходному переходу. Автомобилист оставил пострадавшую с ссадинами, ушибами на месте ДТП и скрылся. Нарушителя сейчас ищут полицейские. Другие ЧП в оперативной сводке. Запрещенная деятельность. 18-летний житель Кировского округа готовил теракт в Новопавловске. Как сообщили в региональном управлении следкома, парень прошлой весной присмотрел место для закладки взрывчатки, а также приобрел тротиловую шашку. Но не успел довести начатое до конца, так как злоумышленника задержали за другое преступление. Парень в интернете дал присягу на верность экстремистской организации и пытался ввербовать других. Молодой человек задержан. Возбуждено несколько уголовных дел. Привередливый водитель. Инспекторы Пятигорска остановили легковушку. За рулем находилась 42-летняя женщина. От нее пахло алкоголем. Уже в патрульной машине она отказалась от медосвидетельствования и попросила отвезти в наркодиспансер. Но и там женщина неожиданно решила не продувать алкотестер. В отношении нарушительницы составили протокол и отправили в суд. Ей грозит крупный штраф и лишение прав. Групповое похищение. В Нефтекумском округе перед судом предстанут почти 50 человек за спланированную кражу. Сотрудница заправки в 2019 году подговорила коллег, а также водителей и машинистов одной из транспортных компаний. Сообща, они похищали межсезонное дизельное топливо. При этом тщательно подделывали документы. Полицейские направили уже уголовное дело в суд. Телефонные фонарики для жителей Буденновского округа едва ли не самые популярные гаджеты. Без них вечером передвигаться по улицам в нескольких населенных пунктах просто невозможно. А в селе Покойном в прямом смысле опасно для здоровья. Есть риск подвернуть ногу на гравийной дороге. Будет ли у селян свет, разбиралась Кира Мартынова. Улица Свободная отчасти оправдывает свое название. Фризонная она оказалась для уличного освещения. Фонари здесь не то, что не горят. Тут нет даже столбов под освещение. При этом пройти по улице даже в светлое время суток проблематично. Потому что дороги, как вы видите, тоже нет. Жители села Покойного рассказывают, так здесь было не всегда. Светлая полоса лишь в конце улицы. Там и асфальт, и фонари. Остальная же часть свободной с наступлением вечера погружается во мрак. Здесь у нас абсолютно темнота. То есть получается, ну ладно, у нас дети еще первый класс у меня ходят, да, первую как бы смену. А если вот сейчас во вторую смену, то есть это будет ходить по темноте, получается. Как вы передвигаетесь по улице? Ну вот так, с фонарем идем. Когда с остановки приехали из города, если не на машине, с фонарем идем по улице. А это уже село Просковее, улица 1 мая. Здесь и столбы есть, и светильники на них. Даже лампочки вкручены. Правда, что такое передвигаться с фонариками или на ощупь, тут тоже знают. Две недели вся четная сторона улицы просидела без освещения. Из-за непогоды произошел перебой с электричеством. Вернуть свет жители просили у обслуживающей компании. У нас буквально не было вот эта сторона, вообще не горела, не было света. Я несколько раз... А там какой-то инженер у них есть, главный по электрике, Олег Иванович его зовут. Мне дали этот номер телефона. Я позвонила ей и сообщила ему, что у нас не горит свет. Уже неделя, вторая неделя не горит свет. Он мне культурно послал, но я вернулась, как говорится. Пошла в администрацию. Жалоба в администрацию округа помогла. Пока, рассказывают жители, все работает. Почему две недели? Как правило, мы обращения отрабатываем очень быстро и практически мгновенно. По улице 1 мая произошла такая ситуация, чтобы отключение электроэнергии, соответственно, таймер переключился и не стал работать. Соответственно, когда поступило обращение, таймер настроили. С ситуацией в селе Покойном все сложнее. Помимо него в агломерацию входят еще несколько населенных пунктов. И там тоже нужно организовать уличное освещение. Мы работаем над тем, чтобы максимально все улицы осветить. В прошлом году была проведена большая работа по осмечиванию. Назову такую цифру. Общий объем средств, необходимых на освещение всех улиц, которые входят в Покойнский террородел, это около 25 миллионов рублей. Первоочередные мероприятия, которые будем проводить в этом году, это у нас полностью будет освещен поселок Левобережный, полностью поселок Катасон, Полыновский. А дальше будем переходить на Покойное. К сожалению, улица Свободная не первая в списке. В любом случае, внимание обратим. В течение двух лет у нас, в принципе, планируем Покойно полностью осветить, потому что для нас это очень важно. В целом же, проблемы с освещением в округе стараются решать. В прошлом году колоссальный объем работ провели в Просковее. Фонари заработали на 55 улицах. В этом году светлее станет в Буденновске. Ну а полностью решить проблему со светом планируют в течение трех-пяти лет. В темной истории разбирались Кира Мартынова и Владимир Ходорев. Ставропольское телевидение. Ну а пока жителям Буденновского округа посоветуем запастись дополнительными фонариками и быть осторожнее. Мы продолжим следить за темной ситуацией. Но если у вас есть проблема, то пишите на наш номер обращения 8 928 350 80 70. Идем дальше. Красоты Ставропольской глубинки глазами российских художников. В татарке живописцы со всей страны собрались на пленэр. Они пишут картины, вдохновляясь сельскими пейзажами и гостеприимством местных жителей. В каких условиях творят художники, кто в роли моделей и где посмотреть то, что получится. Джамиля Ибрагимова прикоснулась к искусству. Художник Владимир Баженов приехал на пленэр из Петербурга. В селе, где люди занимаются сельским хозяйством, решил, что эту его особенность обязательно надо отразить в своей картине. Тем более, что нахлынули давние и теплые воспоминания. Я сам, в принципе, из Сибири вырос в деревне. И поэтому, конечно, мне это близко очень. Прямо родное, из детства. Захотел и сделал. Творческой мастерской стало местное крестьянско-фермерское хозяйство. На ферме как раз один из работников, Аму Мартиросян, ремонтировал старый комбайн. Герой художнику сразу понравился. Трудолюбивый, открытый, позитивный. Если бы не нравился, я бы его не писал. Надо вообще делать все, что нравится. А что не нравится, лучше и не делать. Идеальная рабочая картина идеально легла на холст. Все получилось по-настоящему. Простой труженик, который живет свою будничную, тихую жизнь, делает свое маленькое, но нужное дело. Сам житель до слез тронут. Для него это же все равно, что попасть в историю и остановить мгновение. Мгновение, в котором он и его односельчане живы и счастливы. А вот художник Евгений Горин из Кисловодска на пленэре решил написать портрет местной жительницы Надежды. Женщина и не против, только вот позировать приходится по три раза на день. Сложно быть моделью? Да, нелегко, сложно, потому что приходится часа два-полтора минимум иногда сидеть просто неподвижно в одном положении. Но для такого дела, говорит, почему бы и не потерпеть. Мастер постарался уловить тончайшие нюансы. От задумчиво сведенных бровей до неловкого движения пальцев. На этом пленэре в татарке портреты даются ему по-особенному легко. Наверное, все дело в здешних людях. Местные жители, они очень интересны. Они все где-то работают, что-то они делают там. И у каждого на лице отпечаток того, что это настоящие трудовые люди. Это то, на чем все держится, собственно говоря. На пленэр собрались девять художников со всей России. На две недели они обосновались в татарке. Рисуют сельские пейзажи, улицы снежные и не очень, и портреты местных жителей. Поселились живописцы в доме у скульптора Георгия Мясникова. Сам Георгий Прокофьевич, в общем, и инициировал это мероприятие. При финансовой и моральной поддержке жителей, конечно же. И в том, чтобы к селу татарки интерес и у чиновничества нашего, и у других людей был больше и больше. Поэтому поднять на определенный уровень культурную жизнь татарки – это очень важно. И они это понимают, и нам помогают. Сам Георгий Мясников на пленэре тоже творит. Сделал скульптуру одного из самых известных жителей татарки – Павла Гречишкина. И уже со следующей недели эта его работа вместе с полотнами художников попадет на выставку. Посмотреть то, что получилось, можно будет в Музее изобразительных искусств в Ставрополе. Вот и все новости к этому часу. Еще больше их на нашем сайте stv24.tv. Заходите, там много полезного. Также напоминаю, что мы ждем ваше обращение на номер, который видите на экране. И рекомендуем подписаться на наши страницы в социальных сетях. Сейчас прогноз погоды с Марией Никетиной. Я передаю ей слово, а с вами прощаюсь. В студии была Екатерина Сегеда. Всего доброго. Здравствуйте, друзья. Прогноз погоды на понедельник, 14 февраля. Ну что, порадовались? Немного теплу на выходных и хватит. Знак плюс сменил минус. Согревайтесь любимыми. Воздух в этот день прогреется до плюс 5 градусов. В центральных территориях Ставрополья ясно. А минеральные воды вошли в список популярных направлений в этот день. Так что на ставропольских курортах гостей прибавится. Встретим их облачной безветренной погодой. Только не в Кисловодске, там пасмурно. Погода сменила свое направление на северо-востоке. Ветер стих, температура также немного снизилась. Но день ясный. Вечером в Упатово и Дивном термометры покажут минус 3. На этом у меня все. Увидимся на своем. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...